Всем привет, с вами как всегда Елес, а это Edifier Bluetooth наушники, на которые я делал уже экспресс-обзор. Ссылочку оставлю в описании. А сейчас я расскажу об опыте их использования. Первое и самое главное, что вы должны знать, так это то, что за три недели я их ни разу не заряжал. Слушал примерно по часу в день, по дороге на работу, с работы и немного дома. То есть, производитель не соврал, написав на коробке 20 часов работы в режиме прослушивания музыки и 600 часов в режиме стендбай. Второе это удобство. Сидят на голове как влитые. Не давят, уши помещаются полностью и не потеют. Да и шумоизоляция у них отличная. Но за три недели их использования я ни разу их не вязал в метро. И про шумоизоляцию там сказать ничего не могу. Источника музыки было два. Это мой Galaxy A5 и Fio X1, который я вязал на работе. И сразу скажу, мой A5 через Jack 3.5 сразу нет. А вот через Bluetooth это совсем другое дело. Хотя обычно бывает всё наоборот. Фишка в чём. Здесь стоит новый кодек EPITX, который передаёт звук намного качественнее, чем обычный SBC, который ставят в обычные Bluetooth гарнитуры. Ну и самым крутым, конечно, по звучанию был Fio X1. Общие впечатления по звуку у меня такие. По количеству баса они довольно нейтральные. Его и немного, и немало. Он довольно глубокий и качественный. Средние частоты довольно нейтральные, но в то же время достаточно сочные. Так что вокал не покажется сухим в любом случае. Да и высокие частоты здесь в порядке. Сначала мне показалось, что в некоторых треках их многовато. Но это просто мне показалось. В общем и целом, Edifier 855BT мне понравились. По моему мнению, это соотношение цена-качество. Но есть у них и пару небольших минусов. Это глянцевые вставки, которые собирают отпечатки пальцев и мелкие царапины. И то, что амбушюры со временем теряют свою форму. А на этом всё. Я ещё раз повторяюсь, это было лично моё мнение по поводу этих наушников. Так что всем пока и до встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok